В последние годы Владивосток становится местом притяжения для всех видов деятельности. Не проходит и дня без пленарного заседания, форума, фестиваля и, конечно, прибытия очередного круизного лайнера. Некоторые, как, например, Ocean Dream, датского производства, в приморской столице уже во второй раз. Свой первый заход в порт Владивостока 200-метровый корабль совершил в 2017-м. И тогда, и сейчас с трапов сошло чуть больше тысячи человек. Целый день до самого вечера они будут гулять по городу и ловить индивидуальные впечатления. У одних высококультурные запросы, другие приехали сюда со вполне определенной целью. Я впервые приехала сюда. И я, в общем-то, хочу найти хороший кофе. Вот моя цель. Большая часть отдыхающих на лайнере азиаты, корейцы, японцы и китайцы вообще большие любители морского круизного отдыха. Однако среди сотен сошедших на приморскую землю пассажиров иногда можно встретить и португальцев, и румын, и даже бразильцев. Мы приехали, чтобы посмотреть памятные места, архитектуру, которая нам уже нравится. Мы бы еще хотели пофотографироваться, например, у церкви, вон там. А я просто хочу есть. Стоит отметить, что кроме тысячи пассажиров, Ocean Dream не был бы судном высокого класса комфортабельности без вышкаленного экипажа. Почти 600 человек персонала день и ночь работают на корабле, создавая и контролируя все сферы отдыха своих гостей. Среди них, конечно, есть и люди творческих профессий. И им, судя по всему, ничто не мешает прогуляться по городу вместе с туристами. Я оказался в России, можно сказать, по работе, ведь я музыкант, работаю на лайнере Ocean Dream. И мы стоим тут целый день, и я пытаюсь посетить и увидеть так много, как только смогу. Однако самым неожиданным для съемочной группы 8-го было встретить инженера, который контролирует почти все коммуникации системы лайнера. Он отметил, что музыкальному досугу на Ocean Dream выделено много пространства. У нас есть сразу три места для музыкальных развлечений. Одна танцевальная сцена и две концертных. И еще много всего. Судно прибыло во Владивосток в рамках маршрута East Asia Voyage 2019. Лайнер простоит в порту до 9 часов вечера, а после отправится к берегам Японии в порт Атару. Евгений Черемухин, Сергей Толотеев. Новости на восьмом.